Провальные кейсы, где не получилось, не одобрили. Туз козырный, чтобы вас не выгнали с оттуда. Четыре раза подавали на ИБИ-1. У нас сегодня встреча с иммиграционным адвокатом. Благодаря Лен, тебе как раз у меня одобрение по моему кейсу ИБИ-1. И когда я про это сказала, очень-очень много вопросов, поздравлений и запросов. А где делала? А с кем делала? Как делала? Вот поэтому давай сегодня то, что успеем, расскажем, покажем. Давай. Мы обсудили, по-моему, это и на первой концентрации, мы обсудили, что получить грин-карту можно не только, выиграв лотерею, или выйти замуж за американцев. И что таким путем, допустим, ИБИ-1, ИБИ-2, ИБИ-3, можно сделать самой для того, чтобы потом никто никогда тебе не тыкал и не говорил, что я. Это я. Вот знаешь, самое интересное, поскольку нас ребята слушают, и мы с тобой встречались сегодня в офисе у тебя, и я приходила на встречу с своим мужем, ну, бывшим практически. И да, вот ты сказала, почему я пошла такой путь, а, например, не вышла замуж за того, кто уже гражданин, и не получила бы через него документы. Я знаю, что у большинства девочек в Нью-Йорке на самом деле путей-то немного, всего два, либо выйти замуж, получить регализацию, либо уж творческое всё подключить и получить самостоятельно визу, и получить грин-карту, что действительно непросто. Но, я думаю, тот, кто старается, тот, кто хочет, всё получается. И для меня, по моей натуре, по моим принципам, это было важно. Именно не выйти замуж за кого-то, а получить самостоятельность и вот эту независимость. Потому что даже когда я на F2 статусе, то есть жена студента, благодаря своему бывшему мужу, который получил статус, потом я из-за него сюда переехала. И он мне неоднократно говорил, вот видишь, я тебя привёз сюда, вот я тебя сюда привёз. Я такая теперь, а вот смотри, а у меня теперь и B1, и B1, у меня теперь грин-карта будет. И вот я за то, чтобы иметь независимость и этот фундамент. И для этого я пошла как раз вот к вам. Как раз касаясь документов, если, ребята, кто-то вдруг думает, что миграционное дело – это вот какая-то два рекомендательных письма, то, ребята, это совершенно не так. Вот у нас, по-моему, Лен, вот такое вот с тобой дело. И я его, когда увидела вашу работу, я реально поняла, блин, охренеть, какой там труд. Потому что это собрать все документы, их все перевести, да, написать эссе. Я-то писала на своём языке, вы переводили всё на английский, сделали это очень круто, логично, слаженно. И самое главное, что мы ничего не придумывали, мы просто описали мою жизнь, описали мой кейс достижения и опыт. Я участвовала во разных федеральных мероприятиях у себя в стране. Я участвовала в конкурсах, это была большая работа. Мне было сложно это собирать, мы как бы это в едино оформили, это было круто. Я потом читала, знаешь, это эссе и думала, блин, какая женщина! Какая женщина! Вообще-то такое, да! Да, но, Ира права, кроме того, что нужно участвовать в конкурсах, ещё нужно собрать информацию про эти все конкурсы, что, конечно, немножко бывает изматывающе, но всё равно очень важно для получения одобрений по категории ИБИ-1. Лена, можно ли нам уточню? Я видела просто вопросы в директе, как часто бывают неудачи, например, провальные кейсы, где не получилось, не одобрили. И вообще, есть ли какая-то статистика одобрений, отказов? Вообще, как это вот в твоей точке? Ну, вообще, бывает отказы, бывает одобрения, бывают у нас отказы. А всегда, когда начинаешь работу, ты видишь, как бы есть задатки. Потому что очень часто приходят на консультацию и говорят, вот я хочу ИБИ-1, и мы просто сидим, раскидываем на критерии, а там нету ничего. Вроде что-то у человека есть, но оно вообще не о том. Вот, тогда такие кейсы, они как бы не проходны. С другой стороны, я вижу, что подают, и иногда подают для статуса, и там, иногда подают категории ИБИ-1, ИБИ-2, одобряют кейсы очень слабенькие тоже. Такое бывает, не знаю, везёт, везение человека играет тоже здесь огромную роль. И точно так же бывает у нас недавно клиент, он, ну вот я посмотрела его, он пришёл там по рекомендации от моей клиентки, вот, я посмотрела его кейс, и я думаю, ну, ему невозможно отказать, потому что у него из 10-9 критериев шикарных. Вот, и он работал с другим адвокатом, и они получили отказ. У них был запрос на дополнительные доказательства, и они получили отказ. И мне аж прямо так вот обидно за него стало, потому что, ну, если не он, то я тогда не понимаю, кто. Он, кстати, тоже экс-одинарный специалист бьюти-сферы. Вот, и мы сделали другую аргументацию, перепадали второй раз, и уже получили одобрение. Поэтому, если есть критерии, если подходите под критерии, должно быть одобрение. Если с первого раза нет, потому что в иммиграционной службе тоже работают не все умные люди, скажем так. Вот, поэтому бывает, что достучаться невозможно с первого раза. Нужно подавать апелляцию, нужно идти в суд, нужно переподавать повторно, до тех пор, пока не получат одобрение. Но в то же самое время бывает, приходят на консультацию, вроде что-то есть, и они говорят, да, мы там и статьи сейчас будем писать, про нас будет писать, мы там и книгу выпускаем, и то делаем. И ты думаешь, да, окей, вот тут чего-то не хватает, но вроде бы, если доделают, все будет. А потом, когда суть додела, так, ну, статьи такие попроще, книгу мы не будем писать, так сдувается, и, конечно же, на такой кейс уже очень мало шансов, что он, конечно же, пройдет. Вот. Но я к тому, что если задатки есть, то нужно бы делать и подавать, потому что вариантов, как ты рассказала, получить грин-карту не так уж и много. Можно играть в лотерею грин-карт, и это будет ваша стратегия, но если все-таки хочется получить грин-карту, надо доделывать дело и подавать. Процент отказа, короче, те, что у меня талантливые, те я знаю, что мы их доводим до конца. Вот. А там, где вдруг повезет, там уже, конечно, бывает по-всякому. Интересно. И вот, слушая тебя, я даже понимаю, что здесь не только человек, личность важна, его бэкграунд, а именно совместная работа, с миграционным адвокатом. И вот здесь вот у меня тоже есть друзья, которые четыре раза подавали на ИБИ-1, и им было отказано, когда я написала и сделала вот пост, что мне одобрили, мне написали, я сучка. Понимаешь, когда когда дела нет, то тогда хоть бы самый дорогой, самый какой-то разрекламированный адвокат, ну, он может только описать то, что есть. Вот. А когда бывает вот наоборот, как с моим клиентом, что у него все было, все, мне казалось, что можно, что вот так вот показать, вот так вот раскинуть его все награды и все, что у него есть, и он заслуживает на одобрение. И получил все равно отказ, потому что где-то что-то не доработали. Ты про своего клиента упомянула, и то, что он из бьюти-сферы, у меня просто такой вопрос назрел, потому что я сама в Нью-Йорке здесь как представитель бьюти-сферы, и мы работаем с бьюти-специалистами, фрилансерами Нью-Йорка, и, конечно же, у многих один вопрос, как легализоваться, как получить документы, и есть страх, а хватит ли мне талантов, да, особенностей, опыта для того, чтобы на визе талантов сосредоточиться и подавать кейс на Би-1 и на грин-карту, и часто это слышу, вот скажи, пожалуйста, есть ли такая возможность бьюти-специалисту получить и Би-1, получить грин-карту? Да, у нас есть и мастер по ресницам, которая получила грин-карту, и мастер по волосам, которые получили грин-карту и массаж, поэтому эта сфера подходит и под категорию и Би-1 и под категорию и Би-2 и Н-А-Й-ДА-Л-Ю. Просто надо смотреть в каждом случае, что есть у человека. Бывают люди, которые работают фрилансерами, они у кого-то в найме, и они не готовы, там, у них нет амбиций и желания, и вообще, ну, не хотят заниматься тем, что участвовать в конкурсах, там, статьи писать, книги писать, там, какие-то патенты делать, это не их, и это тоже нормально, потому что тогда надо пробовать идти через работодателя, то есть, если вы работаете, там, на салон, и салон вас нанимает, там, как мастера по волосам, или, допустим, мастера по ногтям, вот, тогда это тоже вариант. А если вы любите это дело, горите, и там какие-то, там, не знаю, клей придумали для ресниц, его запатентировали, или какое-то приложение придумали для красоты, то есть, у вас уже есть какие-то наработки, надо брать, открывать критерии на официальном сайте, у себя в голове хотя бы проработать, просмотреть, что я могу, что у меня вроде бы как есть, а чего нет, и что я могу доделать. И тогда уже дорабатывать, это занимает, это может занять год, это может занять два года. У меня была клиентка, мы с ней провели консультацию, и в следующий раз мы с ней созвонились через полтора года, она говорит, вот, мы обсудили, я вот это вот принесла, вот это доделала, вот это осуществила, теперь я готова. Я помню, ты рассказывала этот кейс, это как раз была мастер по ресницам, которая вот здесь, в Нью-Йорке, такая услышала критерии, пошла по всем конкурсам, пошла и тренером, по-моему, и собрала в портфолио себе вообще все, что ей было необходимо для подачи на IB1, и получила. Это вопрос о том, у кого есть вот желание. Желание, да, просто села, прикинула, она говорит, через мужа не хочу, не буду делать, значит, через работодателя тоже не хочу, потому что это тоже как на долгое время, потому что, ну, это лет пять, и там надо зависеть от работодателя. Я вижу, еще спрашивают, по какой профессии Ира получила одобрение, Ира получила одобрение как экстраординарный предприниматель, да, предприниматель в сфере ресторанного бизнеса. Здравствуйте, это я с твоей аудиторией поздоровалась. Какое среднее время подготовки кейса? Все зависит от того, что есть изначально. Если все готово, то где-то в среднем месяца три, четыре, Мы четыре месяца делали, и за восемь месяцев получили одобрение. Без доплаты за ускоренное рассмотрение. Да. Бывает такое, что у человека там есть два критерия, еще идут дособирать информацию по критериям, тогда уже зависит от того, как собрали критерии быстро. Точно так же рекомендательные письма бывают, что мы готовим их там, и долго занимает время не по тому, чтобы подписать эти письма или что-то поменять в письмах, поэтому это тоже занимает время. Ну где-то рассчитывайте вот полгода на подготовку кейса должно быть. А вот знаешь, там вопрос, какой диапазон стоимости сопровождения кейса, хотя бы ориентировочно? Таких вопросов у меня тоже было много в Директе. Я сказала, что на эфире ты на них ответишь. Ориентировочно это ориентируйтесь от 8 до 18 тысяч, плюс-минус, а дальше все зависит от того, что у вас есть по кейсу, зависит от того, сколько членов семьи, какой статус, как будет уже получаться сама грин-карта, что дополнительно надо делать. Ориентируйтесь где-то вот так вот. А правда ли, что там за каждого члена семьи, на которого ты подаешь документ, нужна доплата, да, тоже спрашивали? Такого нет. Если при смене статуса. Такого правила нету. Нет, но просто адвокат всегда считает, сколько времени он потратит на кейс. И в это он закладывает все свои, свое время, время паралегала, время секретаря. Это все закладывается, и если он рассчитывает, что он там, допустим, больше времени потратит на подготовку кейса, то тогда они могут дополнительно брать там за каждого человека. Дальше. Если приходит запрос на дополнительные доказательства, есть адвокаты, которые не включают это в стоимость. То есть, если приходит еще запрос на дополнительные доказательства, давайте еще нам столько же платить за то, чтобы мы подготовили. Вот. Поэтому цена, она может варьироваться, и каждый адвокат себе считает, у него есть свое время, сколько стоит, час работы, не знаю, 300, 400, 500, 600 долларов, у каждого по-разному. Есть время работы ассистента и паралегала, и он себе плюс-минус закладывает, сколько будет времени. И от этого уже, конечно, считается цена. В любом случае, это тоже все индивидуально рассчитывается, и от кейса тоже, точнее, и от статуса, наверное, зависит, да, потому что мой кейс обошелся 15 тысяч долларов. Поэтому, если у вас другой кейс, вы можете другую сумму, то есть все индивидуально. Часто вопрос спрашиваю, поэтому отвечаю. Да, да. И сейчас у меня вопрос, Лен, советуете ли вы одновременно переходить на студенческую визу? Смотрите, когда вы готовите кейс, может быть всякое. Можно получить одобрение сразу, можно получить запрос на дополнительные доказательства, можно получить отказ, можно идти в апелляцию, можно подавать повторно, можно подавать 2-3 кейса вместе. В это время у вас должно быть спокойствие по поводу вашего статуса, чтобы вы не переживали. Если вам откажут, вот если все ресурсы мы используем, и все равно будет отказ, вы должны знать, что у вас все равно останется статус, по которому вы сможете находиться в Штатах, чтобы дальше что-то пробовать. Сейчас я всегда рекомендую иметь что-то в запасе, какую-то свою, свой туз козырный, чтобы вас не выгнали со стороны. А еще, знаешь, я вот уточнить хочу момент. То есть есть, можно же подавать на визу, на кейс, не только находясь здесь, в стране, уже в самой Штатах, но и когда ты еще даже до Штатов не доехал. Все же правильно? Да, да, то есть, да, все можно подавать, либо находясь у себя в стране, либо находясь в Штатах в каком-то статусе. Сколько стоит консультация? Консультация у нас есть онлайн, 400 долларов, а тем, кто только начинает, кто еще вот как бы не решил, не определился, присматривается, не может понять разницу между визами, категориями, иммиграционными, неиммиграционными, мы делаем групповые консультации, там раз в месяц, по-моему, по выходным, 150 долларов, 112 человек, мы больше не берем. Вот, и каждый рассказывает свою ситуацию, то есть можно не только разобрать то, что у тебя в голове, а послушать, что у людей в такой, в похожей ситуации и что-то себе взять, как бы на себя примерить и придумать какой-то, может быть, другой вариант переезда в штаб. А еще я помню, что когда я бы покупала консультацию, вы у меня потом из кейса вычли, у вас такая функция сохраняется? Да, она у нас есть, да, при подписании договора мы стоим из консультации, входит в кейс, поэтому, друзья, пользуйтесь моментом. Лен, что-то еще есть добавить, или мы можем уже завершать из тебя пожелания нашей аудитории? У меня пожелания, только если надо делать документы, то начинать их делать как можно раньше, потому что обычно время идет, а идет только время, и проходит там год, второй и на том же месте. Вот, поэтому если слышите, что, допустим, раньше вот категория ИБИ-2, нашего интернет-слейва, на нее не было очереди, можно было за год уже все получить одобрение и получить грин-карту. Раньше через работодателя было быстро, у меня за полтора года приехала девочка из-за рубежа уже приехала сюда. Сейчас, к сожалению, такой роскоши нет, сейчас большие очереди. Вот, поэтому лучшего времени, чем сейчас, его нет. Да, и я тоже думала заблаговременно, мне до конца моей визы, действующей там, студенческой, три года оставалось, и я вот заблаговременно я сразу пришла к Лене, зная, что это требует время, четыре месяца на сбор кейсов документов, там, восемь месяцев это одобрение и еще год грин-карта. То есть, это все заблаговременно, и, как ты сказала, действительно, лучше, чем сейчас, времени на подачу не будет. Спасибо всем участникам сегодняшнего эфира. Олен, спасибо тебе большое за ответы, за помощь в моем одобрении. У нас классная работа получилась. Да. Я тебе благодарна. Спасибо. Все, на связи. Пока-пока.